вам постоянно происходят войны почему очень большое количество вирусов от чего люди умирают с чем это связано и так далее мне бы хотелось на этот вопрос дать развернутый ответ и я конечно же прежде всего задам вам вопрос скажите если взять одного человека и взять этого человека и спросить что человек чувствует на протяжении всего дня то не какой-то кусочек времени а на протяжении всего дня очень часто человек совершает ошибку он думает что бог его слышит только в тот момент когда человек обращается к нему то есть он слышит его когда он сложил руки или обращается в виде молитвы или просто думает о чем-то и в этот момент человек думает что бог слышит его только в этот момент но это существо которое слышит человека ежесекундно и он его не слышит когда человек разговаривает а чувствует его чувства эти чувства ежесекундные вот представьте себе человека который живет в обычной повседневной жизни и давайте представим что же чувствует человек человек допустим среднестандартный встал утром допустим женщина который там 45-55 60 лет ну или моложе 20-25 не имеет значения особого то есть эта женщина проснулась утром первые мысли которые у нее возникают так нужно расчесаться то есть что она начинает делать злиться на себя за неопрятный вид после этого у меня там не хватает денег не нужно срочно бежать на работу а тут еще и дети раздражают и ребенок кричит он меня раздражает и так далее потом наступает в транспорте на ногу плохая погода нечего одеть и так далее вот посмотрите на это все заметьте человек раздражается давайте рассмотрим что такое раздражение меня раздражает ребенок или раздражает взрослый что я готов сделать ради того чтобы этот человек меня не раздражал ну наверное сказать ему не раздражай меня а если человек не понимает то тогда что мы будем делать то тогда у нас появится желание ударить этого человека а если гипотетически мы его ударим тогда что мы получим взамен мы получим взамен удовлетворение тут вопрос от чего же мы получим удовлетворение и ответ звучит так мы получим удовлетворение от той боли которые испытал этот человек таким образом можно условно сказать что если нас человек раздражает то мы в тот момент когда на него раздражаемся хотим причинить ему боль таким образом если рассмотреть формат человека на протяжении всего его дня то можно сказать что в большинстве своем человек раздражителен кого-то ненавидит а кого-то обижается и по-другому можно сказать человек хочет чьей-то боли если посмотреть на мир людей и посмотреть на обыденность общую человеческую то окажется что в обыденной жизни большинство людей больше всего испытывают раздражительность ненависть злость они постоянно ежесекундно раздражаются ненавидят обижаются и так далее таким образом можно сказать что общаясь с богом на протяжении всего дня с помощью или с использованием своих чувств человек хочет только одного в большинстве своем он хочет боли чтобы как можно больше боли было а теперь рассмотрим это с позиции земли то есть когда люди живут вот в таком обществе в котором они живут то эти люди в большинстве своем чего хотят люди в большинстве своем хотят боли и они эту боль постоянно получают то есть боль происходит или появляется в виде заболеваний виде тяжелых заболеваний виде вирусов виде чумы виде к видов виде воин виде еще чего-то и так далее и тому подобное и когда человек говорит моей жизни ничего не происходит и почему же в моей жизни все плохо то ответ ему нужно дать такой скорее всего на протяжении дня ты очень злишься на протяжении дня ты очень раздражаешься на протяжении дня ты очень старайся выделить как можно больше зла то есть ты хочешь боли из под plausили ноги если вы и